Я об этом нынешний говорил, но... Какие вещи? Что они не чувствовали? А? А, они не чувствовали. Стабильность это не чувство. Стабильность это, видимо, признак каких-то финансовых моментов. А, они чувствовали на расслабоне таких. У нас мужчина, мы, короче, вот такие пацаны, мы еще что-то в жизни такое корнически обработали, что у нас плохо будет. И что мы такие будем все молодцы бесконечно долго. И у нас все идет рост, и это будет казаться вечным. Но, знаете, поскольку занимаешься тупыми знаниями, есть простые правила. Просто часто люди склонны эти правила либо не знать, либо забывать, либо не осознавать. Так вот, есть правило простое в жизни. Оно очень простое. Но тогда его просто забыли. Оно называется следующим образом. Не бывает долго, а не бывает хорошо долго. Поэтому, если тебе хорошо, нужно что-то делать, чтобы тебе продолжалось дальше хорошо. поднимать эту штучку, либо смотреть, когда идет падение, как ты ее разворачиваешь. То есть они здесь думали, вот, все круто. Скажите, какие чувства у сейчас от бизнесменов? Растерянность. Растерянность у них была вот здесь. Это было примерно декабрь месяц или ноябрь. А сейчас они, вот это место называется еще чуть-чуть. Это, оно уже находится примерно на этом месте. Вот эта штука до точки минуса, она называется паника. То есть сейчас большинство бизнесменов находится в какой-то панике и в непонимании, а что дальше? А что делать? Потому что те, кто хотел продать бизнес и мог продать, они продали уже. Дмитрий Суперпус, круто поступил. Я тоже продал свой бизнес в последнем декабре. Другие люди, которые не продали свой бизнес, они сейчас уже не могут продать. Он уже никому не нужен. Он уже стоит примерно 0,17% того, что стоил год назад. И ты уже не можешь его продать, потому что, ну, потому что это же твоя роднуличка. Ты же его этот бизнес-пратегист, ты же его выпестовал, ты же, ну, всю душу в него вливал. И как так его можно продать ни за что, за дешевле, чем ты его купил? Да нет, я вместе с ним буду на дно, как капитан корабля. И так и происходит. Вот это то, что индивидуально происходит. Об этом не сразу говорится. Обычно об этом говорится после пятой, седьмой рюмки. Но зато начинается вот истинный нормальный разговор. Прочтите, вот следующий момент. Знаете, я вам сейчас что-то рассказываю. Я вам сейчас рассказываю. Маркет называется матрица ОППС. Узнал, как думал, что он сделал. То есть, объявил голову на такие штучки и говорили в одном порядке. То есть, теперь маркетологи все это знают. Соответственно, если ты понимаешь и рассказываешь о большинстве бизнесменов, ты находишь там какие-то повторы, ты видишь там закономерности, соответственно, ты можешь с этими бизнесменами потом нормально что-нибудь продавать. Ну, то есть, понимаете историю. Всего лишь понимаем. Это все-таки пара законов, маркетинга, то есть, социологии, бизнес, организованности, еще чего-то. Какие мысли были у человека вот здесь? Какие были мысли у бизнесменов? Когда закончится рост? Это никогда не закончится. Знаешь, какие мысли были правильные? У него идет рост, и он такой весь молодец, у него были мысли, так, куда бы еще вложиться? Потому что он хотел рост, чтобы он был еще выше. И поэтому тот бизнесмен, который хотел развиваться, он такой к нему, ну я молодец. Значит, что? Я там зарабатываю там x денег, теперь хочу зарабатывать 15 x денег. Надо что-то, короче, вложиться туда. Работать я не хочу, ну, потому что зачем не работать, все уже идет. А вот куда-то вложиться, и вот в чем инвестировать, ну, нормально. Какие сейчас, о чем сейчас у него бизнесмен? Как вы вывесите? Он уже понял, что он не вывел. Вот это он думал, что вывел еще. Сейчас он уже понял, что не вывел. Сейчас бизнесмен, знаете, о чем думает? Вот я столько разговаривал. Он уже думал, вспомнил все это. Там, куда вложиться? Глагол такой же этого слова. Только приставка другая. Куда переложиться? То есть сейчас мысли у человека, у бизнесменов, куда переложиться? У него есть какой-то ресурс, который еще есть. То есть он еще не в минусе. Еще что-то осталось. И как бы он не этот ресурс переложить во что-то? Я сейчас вам расскажу, что есть, на самом деле, вы видели наверняка примеры людей и примеры бизнеса, которые в момент кризиса развивались. Конечно. Потому что есть закон маркетинга. Он учитывается простым образом. Всегда, подчеркиваю, всегда на падающих рынках есть растущие рынки. То есть всегда в момент кризиса есть те вещи, которые в противопазу. То есть вот так. И это означает, что ты можешь с одного рынка перепрыгнуть на другой рынок растущий. Только нужно понимать, что является твоим рынком, и как ты можешь то, что у тебя есть, переложить на другой рынок. Я, наверное, пару примеров вам придумаю. У нас есть общий знакомый с ребятами Искландска. Тот, который производит пиццу. Производит пиццу и ее доставляет. И так случилось, если ты не стал лидером пиццы. Стали много пиццы производить. И ты с ним как пицца из-за кризиса. Тебе выдавливают. Ты хочешь туда уйти, потому что ты не справляешься. У тебя знаний нет, ресурсов нет или еще что-то. И ты можешь с ним как пиццу уйти, наверное, перед доставкой. Я не знаю, это распространение компании. По доставке хоть и чего. И можно ссорить пиццу, соки, суши, колботки, что угодно. Это же легкий переход. Соответственно, у тебя был один товар, но сделала доставку, Организав что-то, что ты говоришь из такси или с кем-то. Ты можешь организовать отлички в другой бизнес, который будет расти. Нормальная история? Вот какой-нибудь такой пример. Или... Я вообще какой-то пример же писал. Сейчас вспомню. Если найду... Не вижу. Я вот писал, мне не могу сочетать. А, вот, я написал. Это тоже кейс нормальный. В спецификации это реальный кейс. Ты продал недвижимость. Я тебе говорил. И ты понял, что... Потому что у меня жена, Светлана, продавала много лет недвижимость здесь, в Новосибирске. И, в итоге, мы из маленького агентства, где несколько человек вошли в пятерку лучше. И она, в итоге, вошла по правиле ассоциации насилических риелторов. И, там, Роба интервью давала. Как-то крутая планка. И, в какой-то момент, когда ты понял, что тебе стало неинтересно, и сейчас рынок все-таки недвижимости падает. Или, в какой-то момент, будет падать. Ты можешь перейти, например, не с рынка недвижимости, но, например, обучение этой недвижимости. И ты рассказываешь людям, как нужно правильно продавать недвижимость. Я знаю, есть ряд московских компаний, которые перешли в этот сегмент. Соответственно, это будет не недвижимость, а обучение. Чувствует тебя разные рынки. Но в разный момент времени ты можешь передать, ну, с другой стороны, на другой. Поэтому, вот то, что говорят в мире, и то, что говорит я, мы об этом еще немножко поболтаем, можно спорить даже. Ребят, я вам скажу так, что то, что есть здесь в мире, это классный момент, в который можно реально переложиться. Ну, просто нужно о чем-то договориться. И кое-что понять. Вот об этом я и хочу сегодня с вами поговорить. Про кризис, если можно. Да. Мы понимаем, что кризисы будут всегда, они перманентны, они будут делаться. Правда же? Я сравниваю кризис, когда приходит ночь. Мафия, ты играл там? Мафия. Мафия? Да. Ночь не плывет всегда? Да. Но если для тебя это важно. Соответственно, ночью можно там творить какие-то еще дела. Можно ночью бизнес делать. Если кто-то делает, все пока спят, ты можешь бизнес делать. Потому что если он не спит ночью. И ночью не ходят автобусы, поэтому таксисты хорошо ночью дорабатывают. И еще, короче, ряд моментов есть. Поэтому, просто так случилось, что вот эта ночь, когда я пришла, она просто будет пять-семь лет. И просто пять-семь лет не проспать. Ну, то есть, не надо таких проспать. Если ты проснешься, там ночью. Ты отливаешься. Да тебя дойдет, что ночь. И есть возможность либо что? Пытаться выживать в эту ночь. Либо, если я так понял, пораньше, что ночь такая? Пытаться что-то ночью обжать пораньше. Понятно, вот это моим этапом. Вот. А если говорить еще, то надо, то есть, серьезно. Вообще говоря, сейчас сильная трупулянность происходит в бизнесе. Кто-нибудь попытался смотреть трупулянность? Попадайте смотреть трупулянность, когда много денег в команде, когда мало денег в команде. Это имеет значение? Имеет? Не имеет значение. Не имеет значение. Так вот, трупулянность в бизнесе сильно напоминает, ну, наверное, землетрясение. Ну, представьте, мы с вами находимся в каком-то месте. И у каждого есть свой дом, который он построил. Кто-то построил очень большой стеклянный небоскреб на 100 этажей. Кто-то построил там трехэтажный коттедж. А кто-то построил совсем маленький домик картонный. И у того куча техники в доме. У этого в доме там куча автомобилей. Кто-то за 7,5 миллионов там у него Феррари или что-то. Поршун он стоит. А вот у того куча велосипед. Зимний такой. Потому что он в Сырске живет. И после зерплесения что получается? Все стали одинаковыми. Понимаете? Шансы уравнялись. И поэтому кризис, этот аннош, который происходит, это отличная уравнировка для тех людей, которые сейчас имеют очень маленький ресурс, где-нибудь тут находятся. Или даже имеют отрицательный ресурс. Просто, и вот те ребята, если посмотреть историю успеха, кто в каком бизнесе когда развивался, представить, что это тот, кто из ничего вдруг стал много чем, часто оказывается он поднимался именно в кризис, потому что в момент, пока идет бурный рост, тебе не любить. Тебе не побить ни маркетингом, ни финансами, ни знаниями. А именно в кризисе это можно сделать. Поэтому то, что бурный рост, я сильно его поддерживаю в этом смысле. И я сам за это, потому что в прошлый бизнес я открыл три бизнеса. Потом их продал. И я понимаю, как в момент схлапываются рынки, отсутствует конкуренция, и ты можешь делать невероятные вещи. Ты можешь развлекаться с точки зрения бизнеса очень круто. Потому что ты же понимаешь, что то есть рано или поздно кончится. Нужно просто правильно, хорошо подумать и всю эту стучку замутили. Поэтому вот эта тема пришла, ребята, одну ищу. Пришлось им потрясение. Нас всех сейчас реально там хорошо поколбасило, и порастаскало, и уравняли эти вещи. Часто оказывается так, что если ты будешь поступать, когда ты поступал, то будет этот бизнес кончиться. У того, у кого был небоскрёб, не должен быть небоскрёб. У того, у кого был коттедж, будет коттедж. У того, у кого была маленькая штучка, будет маленькая штучка. Но у тех, у кого маленькая штучка или коттедж, есть шанс построить свой небоскрёб. Он просто есть. Вопрос, его берёшь или не берёшь. И я вам хочу поговорить про шансы. Вы знаете, почему люди не пользуются шансами? Они же есть вот у нас эти шансы, эти возможности. Их же полно. Но их реально много. Просто мы их не тоже есть. Потому что мы их просто не видим. Знаете, как мы их не видим? Я же вам объясню, с точки зрения биологии. Мне просто это осенило недавно. Я вам чуть позже расскажу, что такое осенение. Оказывается, этим можно управлять. И нам очень много. Продолжение следует...